В Каспийской библиотеке имени Фазо Алиевой состоялось очередное заседание Клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. На этот раз темами стали знаменательные даты августа – 25-летие со дня разгрома бандформирований в Дагестане, День воздушно-десантных войск и флага России. Отметим, что встреча прошла при поддержке председателя общественной палаты города Альберта Ахмедова. Наш клуб создан библиотечной системой имени Фазо Алиевой с 2017 года с целью воспитания патриотизма, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и, конечно же, сохранения памяти о героях, которые с честью выполняют свой воинский долг. И сегодня темами нашей встречи станут – несломленный Дагестан, 25-летие со дня разгрома бандформирований в Дагестане, крылья Родины, празднование дня воздушно-десантных войск и третья тема – цвета единства, День российского флага. Символично, что наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Почетными гостями встречи стали заместитель главы Каспийска Руслан Мерзимагомедов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел при ОМВД Каспийска Магомед Эмин Гаджи Исмаилов, председатель Совета ветеранов Афганистана, руководитель местного отделения боевое братство Магомед Ариб Якубов, супруга Усманилава Усманилаева, старший инспектор ОПДН ОМВД по городу Каспийску, майор полиции по темату Усманилаева и многие другие. 25 лет прошло, как наши герои стали на защиту Родины, отстояв целостность и суверенитет России. Их подвиг – пример для нас всех. Мы чтим память тех, кто ценой своей жизни отстояли нам мир и стабильность. Гордимся мы также нашими десантниками. Это элита нашей армии, олицетворения, силы и мужество. Мы всегда должны помнить о цене свободы и мира, о важности патриотизма и готовность защищать свою Родину под флагом России. Говоря о событиях, прошедших в республике в 1999 году, ведущие отметили сплоченность, силу и мощь дагестанского народа. Ополченцы и добровольцы, плечом к плечу с военнослужащими федеральных войск и работниками правоохранительных органов, героически сражались против боевиков. Любовью бескорыстную к нему, всем тем, чья кровь по жилам век течет, как сок земной по стебелькам цветов. И кто в годину, горе и невзгод, а дать ее за Родину готов. Они не ждут приказов и команд, чтоб землю кровью пропитать своей. Они беду, такой у них талант, отводят, умирая от людей. Особое волнение вызвало выступление детей из школы, носящей имя героя Ахмеда Давдеева, прибывших из села Тухчар. Они рассказали о своем земляке, его подвиге и о том, как его имя вдохновляет их на стремление стать достойными гражданами. В те страшные дни свидетелем данных событий стал и Каспийчанин, смелый и мужественный человек Насир Бурчаков, который, не сказав ничего родным и близким, одним из первых добровольцем отправился на помощь родным землякам. Его смелость и решительность, проявленные в те трагические дни, стали примером для многих. Освещая вторую тему встречи, было отмечено, что десантники – это элита российской армии. Это люди, готовые к любым испытаниям во имя Родины. История воздушно-десантных войск – это история мужества, отваги, побед и верности присяги. Среди почетных гостей были и ветераны войны в Афганистане, и участники СВО. Они поделились своими воспоминаниями о боевых действиях, рассказали о мужестве и отваге своих сослуживцев, вдохновляя всех присутствующих своим сильным духом и любовью к Родине. Своими стихами, наполненными мужеством, поделилась писательница Патимат Алидзиева. Заключительным блоком стал День флага России. Стихи по заданным темам подготовили для собравшихся юные члены клуба молодого патриота, юнормейцы, школ номер 1 и 2, воспитанники детского сада 31 и члены движения первых. Подводя итоги встречи, ведущие подчеркнули, что Дагестан – это земля, где история буквально обитает в воздухе, где каждая страница богата событиями, написанными жизнью его народа, их стремлением к свободе и счастью. И почитание истории нашего народа, народа всей России, всегда будет способствовать миру и процветанию нашей великой державы. Завершением встречи стала песня «Россия», прозвучавшая в исполнении Заиры Эрбеловой.